Ну, Овен, особенно женщины, не любят мужиков тряпок, понимаете, да, им всегда нужен мужчина с волевым характером, да, вот, поэтому, значит, людей волевых они любят, а вот каких-то нерешительных, вот, к сожалению, такие не нравятся, да, и вот двурушедничество Овен не любит, он любит прямоту, сказал, сделал, отрубил, вы, вы, а вот это, я женюсь, не женюсь, мы будем вместе, не будем вместе, я это сделаю или не сделаю, говорят, двойственность не удовлетворяет его. Следующий знак телец, да, для телца больше всего не подходят те люди, которые не дарят подарки, да, не дают какие-то вознаграждения, да, и больше всего телец, наверное, не любит скрях вообще, вот это вот вообще непонятно, как можно вообще, значит, значит, чтобы холодильник был пустой, у телца всегда есть запасы, припасы, и просто там суженая, либо суженая, значит, телец, который имеет экономную супер жену иметь, наверное, не супер есть хорошо, ну, и пугает, конечно, телецов неряшними видами, с этим они тоже могут не сильно мириться, ну, и если, конечно, муж не будет дарить ювелирные украшения, экономить золото на бриллиантах. Следующий зодиакальный знак близнецы, ну, больше всего они в жизни, значит, не любят, есть человек негибкий, да, какой-то, не может подстроиться, не может там все бросить, вот там позвонила подруга, приезжать там, короче, легах что-то быстро приехать, да, то есть, они любят людей разговорчивых. Близнецы терпеть не могут молчунов, вот, наверное, те, кто не высказывают какого-то своего мнения, ну, и самое главное, кто на них будет давить авторитетов, если начнут их получать, давить авторитетов, ну, и не смогут долго иметь какие-то взаимоотношения. Следующий зодиакальный знак рака терпеть не может расточительство, если муж и жена расточительны, ну, все, капец, в том, что раки, они всегда все к дому, вот, они любят экономику, чтобы экономика была экономичной, не любят много тратить, а вот тут, если действительно человек, ну, а если еще и рак дал вдох, и ему не отдают назад, ну, не знаю, наживете себе врага на всю оставшуюся жизнь. Следующий знак зодиака лев, ну, лев вообще не любит скряк вообще, в принципе, как и телес, вот, и лев вообще не понимает, как можно экономить на всем, поэтому экономные люди не для львов, вот, абсолютно, да. И львы не терпеть не могут тех людей, которые не ходят в общество, да, там, куда-нибудь на вечеринку, в ночной клуб, что-то, значит, в театр, да, то есть они не терпят тех людей, кто не хочет, не любит светскую жизнь. Вот, лев всегда должен быть, значит, в центре внимания, и если муж и жена не дают, значит, его выходить в свет и держат их в золотой клетке, ну, не сработает ничего еще. Дева. Дева терпеть не может необязательных людей. Вот, если ты начинаешь опаздывать, там, на полчаса, там, даже на пять минут опоздался, ты уже начинаешь быть врагом девы, да. Ну, и девы любят критиковать кого-то, но терпеть не могут, чтобы их критиковали. Вот, только скажешь, дева, ты шо-шо одета, или шо-это у тебя не так, там, то-то, то-то, ну, тут же превратишься во врага, да, вот, поэтому. Вот, ну, и девы терпеть не могут лентяев и мужа, который ведет диванный образ жизни, да, ну, к сожалению, или к счастью. Ну, и девы любят только тех людей, которые что-то делают, чем-то занимаются, как бы, вот, кстати. Весы терпеть не могут тех людей, которые слишком антисоциальные, какие-то одиночки, да, у которых нету компании, нету общения. Весы с такими людьми обычно долго не могут быть вместе. Ну, и самое главное, для весов скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты, собственно говоря. Поэтому для весов очень важно общественное положение человека, мужа, партнера, там, и так далее. Ну, конечно, весы, так же, как и тельцы, не любят неряшливость. То есть, ну, очень, значит, рядом должен всегда быть мужчина подтянутый в костюме, выглаженный, вычищенный, такой дэнди. Вот тогда все будет нормально. Если он похож, значит, на бомжа, неопрятный, с бородой отросший, ну, это не могут примириться весы с этим. Скорпионы. Скорпионы больше всего не любят, они любят ревновать, вот, сами любят контролировать всех других, но терпеть не могут, чтобы их ревновали. И чтобы они становились собственностью чьей-то, да, то есть, вот, поэтому, конечно, вот из-за этого могут всякие быть конфликты, да. Ну, самое главное, что вот может быть априори не менее для Скорпиона однозначно плохо, это холодность в сексе. Фригидные люди не для Скорпиона, потому что главный инстинкт, а он же основной инстинкт у Скорпиона, да, это действительно запахи, это действительно даже вот Скорпиону человек по запаху может не нравиться, все. Это не его человек. Поэтому тут, чтобы совпадала энергия, чувство запаха, сексуальность, вот это самое главное для Скорпиона. Если человек не сексуален, а сексуален, то это нет. И еще и ливнивый, еще и та самая. А, и самое главное, Скорпионы не прощают измену. Они не прощают измену и предательство. Вот предательство Скорпион не может простить никогда. Поэтому для некоторых людей лучше, для Скорпиона легче всего иметь открытого врага, чем предателя, который был твоим другом. Вот этого они не прощают никогда. Следующий знак Зодиака – Стрелец. Ну, Стрелец терпеть не может раздвоенности, размытости, рассеянности в других людях, необязательности. Вот. И двуличных людей терпеть не может. Стрелец вокруг себя и больше всего не любит, чтобы его получали, потому что он сам все знает. Ну, и нельзя оторвать Стрелца от руля своего автомобиля, если женщина оторвала мужа от руля от автомобиля, ведь он должен рулить в жизни, да. Тоже это неприемлемо. Поэтому в отношениях ведущий ведомый всегда должен быть ведущий Стрелец, он авторитетом должен давить. И ни в коем случае на Стрелца не должен партнер или партнерша давить своим авторитетом. Вот говорить, что он дурак. Только Стрелцу скажешь, что он дурак, ну, завтра уже разойдетесь. Потому что Стрелцу нужно, конечно, он самый умный всегда, самый мудрый. Следующий знак – Козерог. Козерог терпеть не может безответственных людей. Вот мы, то есть, с одной стороны, он чисто любив, да, и он ценит свое время, работу, деятельность, но он не может. Вот особенно это распространено в некоторых южных странах, типа Италии, Испании. Манья на завтра, завтра вот не понимает, как можно отложить те дела, которые нужно сделать прямо сейчас и здесь. И добиваться каких-то определенных целей. Вот это, конечно, Козерог терпеть, собственно говоря, не может. Вот, поэтому, и самое главное, что больше всего он еще не терпит, когда ему отдаются какие-то приказы сверху. Потому что Козерог сам должен управлять, а тот и вот начинает над ним кто-то доминировать. Среди двух Козерогов должен быть только один Козерог, который на вершине горы. Вот, поэтому он не любит подчиняться. Терпеть не может этого. Следующий знак Зодиака Водолей терпеть не может, когда его начинает контролировать партнер, партнерша. Где ты, а что ты делаешь, а с кем ты сейчас? Вот устраивает какие-то проверки, читает там СМСки, значит, по телефону, да, проникает каким-то образом, значит, через какие-то шпионские программы к своему партнеру, либо партнершу. И он любит свободу. Как только у него забирают свободу Водолея, как только его ограничивает какая-то птица в золотой клетке, либо какие-то сложные ситуации, ограничения в его какой-то деятельности, да, значит, ну, таких людей он должен обходить. Ну, и больше всего Водолей терпеть не может дружеского предательства. Потому что если он считает друга душой компании этого человека, после того, как он его предаст, ну, собственно говоря, либо Водолей терпеть не любит, когда у него за его спиной что-то там говорят, вообще сплетни всякие. Вот этого просто ненавидит. Наверное, не сможет пережить это. Ну, и рыбы. Рыбы самое главное, что вот для них это, чтобы постоянно их вставили в какое-то чувство долга. Вот ты должна сделать это, это ты же обещала. Потому что рыбы не могут себя вот нормированно, целенаправленно по часам жить, поскольку они живут по наитию, по своим чувствам, эмоциям. И больше всего они не могут простить ее в людях, если это человек телеграфный столб, без чувств, без эмоций, без любви. Вот таких людей рыбы точно не смогут терпеть, да. И, конечно, они также не любят в конечном итоге тех людей, которые могут вести против них интриги, тайные сплетни, собственно говоря. И то же, что, скорее всего, может быть связано с разрушением их эмоционального плана. Поэтому вот и комфортный образ жизни, вот рыбочие ценят комфортный образ жизни. Если люди не дают возможности вести комфортный образ жизни, иметь какие-то чувственные отношения, то таких людей они этого не прощают. И, конечно, перерабатываться они не смогут. Люди, которые над ними нависают, говорят, работай, работай. Вот, наверное, меньше всего они хотят работать в этой жизни. Редактор субтитров А.Семкин